Начинаем наш выпуск с главного события для всех православных верующих. 24 июня в Тверской области состоялось празднование в честь 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского. Основные события прошли в Торжке. Участие в торжестве принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. На месте событий побывала Наталья Чекет. Праздничные мероприятия в Торжке начались с крестного хода в 9 утра. От Благовещенской церкви до Новоторжского Борисоглебского монастыря, где и прошла Божественная Литургия. Ее возглавил митрополит Тверской Кашинский Амбросий. Среди молившихся были прихожане, гости и паломники. На торжественное мероприятие прибыло около 5000 паломников из разных уголков Тверской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Многие специально выбрали именно этот день, чтобы посетить обитель. Веруем в силу Бога, в надежду, в защиту. Верим мы очень. Здесь сила, мощь такая, что там прям мурашки даже до мурашек. И очень радует, что именно такое освящение, такой праздник сделали народ. Столько паломников, столько стечения народу очень большое. Так что очень трогательно. В каком сегодняшнем мероприятии? Столько людей собралось. Ну да. Очень хорошо. Очень хорошо и почаще бы это все. Город старинный, красивый. Город есть, чем посмотреть. Очень много храмов. Участие в торжествах приняли и представители различных общественных организаций. Очень богата Тверская земля традициями. Очень много святых, которых мы чтим и помним. И это люди, которые положили жизни свои и усилия свои за други свои. Отдавали себя народу. Естественно, Федерация Тверских профсоюзов не может быть в стороне от таких серьезных событий. И, наверное, нам очень близко стремление защитить человека труда, которые также осуществляли наши великие святые. Ефрем Новоторский вошел в историю как основатель Новоторского Борисоглебского монастыря. Это один из древнейших российских православных монастырей. Храм заложен в честь первых русских святых, князей Бориса и Глеба, невинно убиенных своим братом Святополка. На месте обители происходило много событий. Он терпел неоднократное опустошение и разорение. Однако в монастыре был и период расцвета. Именно здесь Николай Карамзин написал большую часть книги «История государства российского». Мы сегодня прикоснулись к истории нашего народа, к истории нашей страны. Ефрем Новоторский, память перенесения мощей, которая сегодня совершается, объединяет нас именно тем духом, в котором воспитывались многие-многие поколения. Совершались большие события. Важно, что сегодня мы, прикоснувшись к своим корням, к своей системе ценностей, понимаем, что мы великая страна. Когда мы соприкасаемся с тем, о чем читаем, это оживает и совершенно по-другому воспринимается. И тогда те лица, о которых мы читаем, и деяния которых, плоды жизни которых мы видим, они становятся нам родными. В рамках празднования состоялось награждение 11 победителей областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества, посвященного святому преподобному Ефрему Новоторскому. Участие в конкурсе принимали ученики художественных отделений детских школ искусств, образовательных организаций и культурно-досуговых учреждений Тверской области в возрасте от 5 до 17 лет. В этом году я решил поучаствовать в конкурсе преподобного Ефрема. Честно говоря, тема была достаточно сложная, потому что каких-либо точных сведений о преподобном Ефреме очень мало. Я прочитал его житие и, уже вдохновившись, решил сделать линогравюру. В этом году я занимаюсь этой техникой, эта техника графики. И мне это было интересно. Я сделал, по сути, перенесение иконы в линогравюру. В праздничный день для гостей была запланирована обширная и увлекательная программа. Каждый смог найти развлечение по душе, посетить выставку, фестиваль или концерт. Для детей также организовали досуговые мероприятия.